Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня 20 апреля, мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же хотелось бы обозначить основные темы, которые мы сегодня обсудим с вами. Прежде всего, это масштабное укрепление евро и британской валюты по отношению к американскому доллару. Также, конечно же, поговорим про запасы нефти, которые вышли вчера, и обсудим, как изменится теперь глобальная картина по рынку нефти. Безусловно, обсудим валютную пару доллар и российский рубль, так как это самым прямым образом относится к нам с вами. И, конечно же, поговорим про индекс американский S&P 500. Ну, давайте обо всем по порядку. Прежде всего, хотелось бы отметить, что вчера вышли несколько довольно важных новостей. Их было, по сути, всего две, но, тем не менее, очень большое влияние на рынок они оказали. Прежде всего, мы должны отметить то, что по еврозоне вышел такой показатель, как индекс потребительских цен. Он остался на уровне в полтора процента. Напомню, что данный индекс напрямую показывает те цифры, которые мы можем ожидать по инфляции. То есть, характеризует такой важнейший макроэкономический показатель, как инфляция в еврозоне. И вот, что хотелось бы отметить. На самом деле, данная новость именно вчера на рынке какого-то глобального влияния не оказала. Мы не видели каких-то сильных движений после публикации этого индекса. Но можно сделать довольно долгосрочные выводы в отношении данной публикации. Если мы посмотрим на тенденцию по индексу потребительских цен еврозоны, то увидим, что начиная с июня 2016 года, то есть на протяжении уже долгих месяцев, мы наблюдаем, как от показателя к показателю постепенно растет именно данный индекс. То есть, о чем это говорит? Мы уже неоднократно заявляли о том, что целевым показателем по инфляции в еврозоне является отметка в 2%. То есть, это такой показатель, при котором достигается наибольшая эффективность в потреблении. И вот тот баланс спроса и предложения, он регулирован лучше всего. То есть, экономика, что называется, дышит, живет и развивается. И вот представители ЕЦБ также неоднократно заявляли о том, что именно цифра в 2% является целевым ориентиром в данных реалиях рынка. То есть, вот именно той целью выступает, к которой стремится руководство Европейского Центрального Банка. И что же мы наблюдаем? Если с 2015 года мы видели снижение этих цифр, говорили о стагнации европейской экономики, о том, что нет инфляции, нет какого-то развития, нет факторов для роста экономики, то вот на самом деле те пессимистичные заключения можно уже несколько отложить в сторону, в силу того, что вот данный показатель, который напрямую, отмечу еще раз, влияет на уровень инфляции, довольно позитивную тенденцию показывает. К настоящему моменту, пусть вчера мы не увидели цифр, которые оказались лучше прогнозных ожиданий, то есть изначально так и прогнозировалось, что отметка будет именно в полтора процентных пункта по данному индексу. В итоге эта цифра была подтверждена и на самом деле это будет дополнительным фактором поддержки для европейской валюты. Вот мы к этому чуть позже сейчас перейдем, потому что постепенно мы видим изменение трендов по именно американской валюте. Если конец прошлого года и начало нынешнего года ознаменовались ростом доллара, то сейчас вполне мы можем видеть некие признаки начала разворотных тенденций. И самое важное понять здесь являются ли эти тенденции ложными, то есть теми, которые лишь локально себя покажут, то есть временно, либо мы становимся свидетелями уже более серьезных изменений на финансовых рынках именно в отношении основных валютных пар. И что касается трендов по доллару и того, что влияет на американскую валюту, отметим, что те события в Великобритании, которые мы видели позавчера, я понимаю, что вы наверняка уже многое про них знаете и во всех практически информационных ресурсах было множество информации, аналитики по данному поводу. Тем не менее, вот те события в Великобритании, а именно назначение даты досрочных парламентских выборов является лишь триггером, то есть причиной и основанием для локального всплеска. И, по сути, мы должны понять одну простую вещь, то, что глобально на движение по паре, скажем, фунт-доллар, либо по евро-доллару, которые, ведь евро подхватило, по сути, за британской валютой, те движения, которые мы видели позавчера, и именно импульс, да, восходящий по паре евро-доллар, по сути, был скопирован с динамики британской валюты. Так вот, мы должны понимать, что это все не носит долгосрочный характер, потому что обычно политические события довольно быстро учитываются в цене, закладываются в цену и после всплеска волатильности, после пробоя важных ценовых уровней, цена чаще всего в таком случае либо возвращается назад, если это было просто политическое событие, которое вот на несколько дней взрывает рынки и затем они возвращаются в свое спокойное русло, прежнее русло, либо это политическое событие является лишь основанием, то есть конечной точкой, после которого начинают реализовываться более сложные глобальные тенденции. И вот на самом деле, если мы говорим про британскую валюту, то нужно отметить, что очень большой объем позиций был открыт на продажу, спекулятивные позиции, безусловно, которые набирались еще с начала этого года, и многие позиции оставались открытыми еще с июня прошлого года, когда произошел Brexit, ну точнее референдум сам в Великобритании по выходу этой страны из еврозоны. И нужно понимать, что по этим спекулятивным позициям на продажу, конечно же, были поставлены стоп-лоссы, которые были сорваны вот таким довольно простым путем, конечно же, вмешалась именно политическая составляющая. Безусловно, мы должны учитывать эти факторы при торговле на финансовых рынках. На самом деле, сейчас, если мы опять же посмотрим на график британской валюты, то увидим, что вот как раз-таки первые признаки того, что мы можем выйти именно вверх по фунт-доллар, были еще до дня, когда Треза объявила о том, что будут проведены досрочные парламентские выборы, потому что состоялся с технической точки зрения пробой уровня сопротивления именно на дневном графике. И вот, на самом деле, это могло стать первым признаком того, что в ближайшие дни мы можем увидеть выход именно вверх. Что будет дальше по британской валюте? Опять же, мы уже обозначили два сценария основных. Это может стать вполне ложным пробоем, учитывая то, что, повторюсь, политические события довольно часто именно так влияют на рынки, когда мы видим импульс в течение буквально короткого промежутка времени, и затем те глобальные тенденции, которые формировались ранее, берут вверх, и мы вновь видим возвращение к прежним ценовым значениям. Либо, если мы закрепимся выше этих значений, которые удерживаются в данный момент, мы можем видеть дальнейший рост пары фунт-доллар. Ближайшей целью для покупателей является отметка 1.30, и, на самом деле, если мы взглянем уже на меньший таймфрейм, например, часовой, то увидим, что сегодня с утра, после вчерашней коррекции по фунт-доллару, мы видим, что вновь начинаются покупки, и, на самом деле, сейчас есть неплохая возможность поучаствовать в этом движении. Стоп-лосс нужно будет уже размещать не так близко, как хотелось бы, за минимум сегодняшних свечей азиатской сессии, но, тем не менее, потенциальные цели могут вполне оправдать те стоп-лоссы, которые вы выставите вот именно за эти значения. Поэтому, вот опять же, с точки зрения технической, все идет к тому, что рост фунт-доллар пары продолжится, несмотря на то, что фундаментально оснований для подобных движений не так много, потому что сами по себе досрочные выборы какого-то масштабного позитива для экономики Великобритании нести вряд ли могут, по крайней мере, в данный момент, когда мы еще не знаем итогов этих выборов и даже не знаем те расклады, которые будут в преддверии этих событий. Далее, о чем хотелось бы поговорить, безусловно, наилучшим торговым решением вчера была бы продажа нефти. На новостях о запасах мы знаем о том, что каждую среду мы видим повышенную волатильность по этому сырьевому активу, и, безусловно, те, кто использует стратегии торговли на новостях, используют такую возможность. И, на самом деле, есть тоже несколько очень важных моментов, на которых хотелось бы, внимание ваше, акцентировать. Прежде всего, если мы говорим о фундаментальном состоянии рынка нефти, то, опять же, здесь по аналогии с британской валютой, никаких, скажем, причин для дальнейшего роста нефти попросту нет, причем уже довольно давно. Мы весь прошлый год об этом говорили, тем не менее, мы отмечали, что покупатели в нефти преобладали до последних моментов, и нефть росла. Единственное, тот уровень в 57 долларов за баррель оставался и остался в данный момент невзятым для покупателей. Еще раз напомним, что те меры, которые достигнуты были странами ОПЕК в конце прошлого года и которые, по сути, и спровоцировали те восходящие импульсные движения по нефти в конце прошлого года, сейчас, как оказалось, являются полностью нивелированными. Вот не так давно было опубликовано масштабное исследование Bloomberg по поводу ситуации на рынке нефти, о балансе спроса и предложения, и о реализации тех планов, которые страны ОПЕК поставили для себя. Так вот, как отмечается в данном исследовании, то запланированное снижение, которое предполагалось реализовать в текущем году, не будет иметь никакого эффекта положительного на рынок нефти в силу нескольких факторов. Прежде всего, сами планы по сокращению добычи не выполняются. Со стороны стран ОПЕК примерно на 60% лишь сейчас реализованы те договоренности, которые были достигнуты. И, более того, есть еще более важный фактор, который ставит под сомнение все эти достижения конца прошлого года. Это, безусловно, увеличение добычи резко со стороны США, а также менее значительное, но тем не менее, оказывающее влияние со стороны Нигерии и Ливии. И вот как раз-таки те, опять же, я думаю, что это уже обсуждалось неоднократно, но тем не менее, отметим, что фундаментально фон для нефти крайне негативный. И сейчас мы перейдем именно к вчерашней новости. Так вот, риское увеличение добычи со стороны США, Нигерии и Ливии по сути полностью компенсирует планируемые цифры по снижению добычи нефти на текущий год. И вот в ходе вчерашней публикации запасов нефти, казалось бы, не было ничего столь страшного для этого сырьевого актива. Были цифры опубликованы всего лишь на 500 тысяч баррелей меньше, точнее, хуже прогнозных значений. То есть там ожидалось сокращение запасов на полтора миллиона баррелей, а в итоге оно произошло всего лишь на 1 миллион баррелей нефти. И вот обычно после таких небольших расхождений рынок слабо реагирует на подобные публикации, каких-то сильных движений мы не видим. Но вот можно сделать вывод о том, что те, кто удерживает длинные позиции по нефти на покупку, просто не выдержали этого психологического давления и начали понимать, что преодоление уровня в 57 долларов за баррель и поход дальнейший к отметкам 60 и 65, он становится под большим сомнением и вряд ли будет реализован. Поэтому, казалось бы, такая цифра, которая мало способна повлиять на движение и на котировки нефти, в буквальном смысле обвалила рынок. И мы увидели снижение сразу на несколько фигур, что, конечно, ставит под большой вопрос дальнейший рост нефти и является первым признаком разворота. Ну, именно локально. Потому что, если мы смотрим, опять же, на дневной график цены, то видим, что признаки разворота там есть довольно давно. Опять же, им выступает этот сильнейший уровень сопротивления, который никак не удается пробить покупателям. Далее, о чем еще стоит поговорить в данный момент. Безусловно, мы видим интересные ситуации по российской валюте. Отмечаем, что появился новый серьезный уровень поддержки для пары доллар-рубль, которым выступает цифра в 55-80 рублей за доллар. То есть, мы буквально несколько дней назад увидели вновь, что эта отметка является непоколебимой пока. И продавцы, то есть покупатели российской валюты, не могут взять этот уровень. Отметим, что есть несколько тенденций и несколько причин подобного. Прежде всего, снижается количество сделок кэрри-трейд. Мы отмечали, что условия для таких сделок пока крайне благоприятные. То есть, иностранные капиталы в Россию приходили довольно серьезными объемами относительно, опять же, прошлых подобных движений. И мы видели, каким спросом повышенным пользовались в том числе и облигации российские. Все это, безусловно, обеспечивало рост российской валюты. Помимо этого, не забываем о том, что ЦБ продолжает покупки доллара и пополнение валютных резервов. Так вот, говоря о сделках кэрри-трейд, отметим, что их объем несколько снижается в последнее время, что, конечно, уже не оказывает поддержку рублю. Это связано с тем, что напряженная геополитическая ситуация, ну, прежде всего, именно политическая ситуация. Не стоит забывать про выборы во Франции, которые состоятся уже совсем скоро, 23 апреля. Об этом мы подробно поговорим завтра, уже в ходе последней торговой сессии перед выборами во Франции. И, тем не менее, отмечаем, что в целом волатильность на рынках сейчас высокая. Но при этом рынок является, как отмечают многие трейдеры, довольно тонким. То есть, объемов в рынке, как таковых, нет. В силу того, что многие крупные участники рынка, опять же, за предстоящих выборов во Франции, не спешат открывать позиции большим объемом. И поэтому, опять же, вот и стали возможными такие движения, как мы видели по паре фунт-доллар и по паре евро-доллар, буквально в ходе позавчерашней торговой сессии. Также несколько слов скажем про американский индекс S&P 500. Начинается новый сезон отчетов на американских компаниях. И вот совсем недавно главный инвестиционный банк страны, Goldman Sachs, отчитался об итогах своей деятельности. И на самом деле, обычно это является такой лакмусовой бумажкой, то есть индикатором, который показывает вообще состояние американского рынка. и говорит о том, что нам ожидать от дальнейших публикаций отчетов компании. Так вот, отчет Goldman Sachs разочаровал инвесторов. Мы видели масштабное снижение. Примерно 4% потеряли бумаги этой компании. И все это, конечно, является негативным. Опять же, локально, не в больших масштабах, но, тем не менее, это негативный сигнал для дальнейшего роста индекса S&P 500, который в последние дни, даже в последние недели, корректируется и находится в условиях очень узкого бокового коридора. Вот опять же, все это означает лишь то, что нужно дождаться выхода за рамки этого диапазона и затем уже поучаствовать в этом, без сомнения, сильном движении, которое предполагается. На самом деле, все идет к тому, что все-таки будут найдены новые драйверы роста, потому что каких-то серьезных причин для дальнейшей коррекции либо снижения у американского индекса пока нет, в силу, опять же, того, что многие компании, 90% компаний американских еще не отчиталось по итогам своей деятельности финансовой за первый квартал этого года. Поэтому все новости еще впереди. На этом сегодня, пожалуй, все. Отметим еще раз основные выводы. Стоит рассчитывать на дальнейшее укрепление британской валюты и евро по отношению к доллару сегодня, по крайней мере, с точки зрения тех анализа и тех движений, которые мы видим к данной минуте. Опять же, те события, которые будут сегодня, это индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который обычно слабо влияет на рынки, поэтому те тенденции, опять же, которые формировались в прошлые дни, имеют все шансы продолжиться. Ну и выступление Карни, конечно же, мы ждем сегодня. Напомню, это глава Центрального банка Великобритании. Вот как раз-таки его позиция будет очень важна в силу тех событий, которые мы видели позавчера. Будет очень интересно наблюдать за реакцией Карни на заявления госпожи Мэй, которые состоялись, опять же, повторюсь, позавчера. Поэтому ориентируемся прежде всего на покупки по парам фунт-доллар и евро-доллар. Следим за нефтью, которая также имеет шансы продолжить свое снижение, если не состоится уже с самого утра серьезный выкуп и не будет увеличенных объемов на покупку. Опять же, отметим, что ситуация по нефти обычно сильно меняется с наступлением американской торговой сессии, поэтому те дневные тренды, которые могут быть сформированы в ходе европейской сессии, вполне могут поменяться именно с открытием американских рынков. На этом сегодня все. Успехов в торговле и до свидания.